В Канаковском районе на маршруты общественного транспорта выйдет Газель-Сити. Тверская область станет одним из первых регионов страны, где на маршруты общественного транспорта выйдет новая модель Газель-Сити. В пилотной территории выбран Канаковский район. Там в марте 2022 года планируют запустить новую транспортную модель. Газель-Сити – это автобус малого класса с новой компоновкой кузова, созданный специально для маршрутов с небольшим пассажиропотоком и рассчитанный на перевозку 22 человек. Газель-Сити отличается высоким салоном, максимальным уровнем остекления, широкой двойной дверью и просторным проходом между рядами сидений. В автобусе предусмотрена система обеззараживания воздуха и дезинфекции поручней. Модель спроектирована в соответствии с требованиями программы «Доступная среда» и не имеет аналогов на российском рынке. Отсутствие ступеней позволяет маломобильным пассажирам легко воспользоваться общественным транспортом. У пассажиров в инвалидных креслах и родителей с детьми в колясках не возникнет трудностей при посадке и высадке. Важно, в автобусе есть уникальный механизм – водитель может нажатием кнопки опустить и приподнять автобус вровень с бордюром, что облегчает посадку и высадку пожилым людям, маломобильным гражданам, пассажирам с колясками, самокатами и сумками-тележками. Жители Санкт-Петербурга раскритиковали повышение цен на проезд в общественном транспорте. Петербуржцы негативно отреагировали на новость об повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Своё мнение жители города высказали на странице правительства в социальной сети ВКонтакте. С нового 2022 года единоразовый проезд в петербургском метрополитене обойдётся петербуржцам и гостям города в 65 рублей. Особенно остро этот вопрос воспринимается на фоне развивающейся пандемии коронавируса, из-за которой реальные доходы петербуржцев сильно падают. «Каждый год повышение на 5 рублей. Ещё немного, и мы дойдём до 100». Всё это за счёт людей, которые уже не понимают, что происходит и как с этим мириться. «Я считаю, что такое повышение ничем не оправдано», – написал один из пользователей. Стоит отметить, что цены растут не только на проезд на общественном транспорте. Увеличивается стоимость и коммунальных услуг, и продуктов питания. В Ярославле начнут работать перевозчики из Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на увеличение маршрутов и автобусов, сейчас ситуация с общественным транспортом в городе остаётся удручающей. Как уточнили в пресс-службе правительства, договорённости достигнуты с компаниями «Ран Транс», Национальная транспортная ассоциация «Петеравто» и ПАО «Группа Автолайн». Такое решение принято в Рио губернатора Михаилом Евраевым. Компании начнут выводить автобусы на новые маршруты не позднее следующей недели. «Только что завершили переговоры с будущими подрядчиками. Это три крупнейшие транспортные компании страны, которые уже работают во многих регионах и хорошо себя зарекомендовали. Контракты с ними начнём подписывать с 27 ноября. Перезаключим договоры с действующими перевозчиками. Они продолжат работать, но будут обслуживать то количество маршрутов, на которые у них есть ресурсы», написал глава региона у себя в соцсетях. «В типовом договоре власти учтут все параметры для оказания качественных услуг населению. Мы хотим, чтобы в регионе начала формироваться современная транспортная политика. Каждый перевозчик должен работать под чётким, понятным и прозрачным правилом. Нести ответственность за невыполнение своих обязательств. Мы со своей стороны будем платить подрядчикам как положено, а они должны работать как положено», уточнил Евраев. Озвучены новые условия работы перевозчиков в Симферополе. Первый заместитель главы администрации крымской столицы Максим Балахунов в рамках общественно-политического ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым-24» рассказал о работе перевозчиков в городе. По его информации, в настоящее время в крымской столице всего 47 муниципальных маршрутов. На сегодняшний день все перевозчики осуществляют услугу по пассажирским перевозкам на основании договоров, заключенных на кратковременный срок, а именно 180 дней. До конца года администрации города будет проведен конкурс по отбору перевозчиков на длительный срок – на два года. При этом будут предусмотрены конкретные санкции за несоблюдение условий контракта. Максим Балахунов также отметил, что в новом договоре будут прописаны все рабочие моменты, в том числе требования по соблюдению графиков и интервалов движения, по техническому состоянию автобусов, а также другие нюансы. Жители Новосибирска пожаловались на духоту и холод в общественном транспорте. На прошлой неделе жители Новосибирска замерзали в трамваях, а после оттепели последних дней стало душно и жарко в метро. В социальных сетях новосибирцы пожаловались на температуру в городских трамваях. При минусовой температуре в некоторых вагонах от холода леденили стекла. Сибиряки рассказывали, что на некоторых маршрутах в трамваях отсутствуют даже печки. Администрация Новосибирска возразила горожанам, отметив, что все трамваи оборудованы системами отопления. После оттепели пострадали пассажиры новосибирского метро. Горожане рассказали, что в часы пик в вагонах настолько жарко, что после одной поездки хочется принять душ. В метрополитене объяснили, что вагоны поездов не оборудованы климатическими системами для поддержания определенной температуры воздуха. Горожане нашли решение проблемы. Открытые створки окон в вагонах помогли избавиться от духоты. Когда в Омске появятся новые магистральные маршруты? В департаменте транспорта Омской мэрии рассказали о проблеме, которая мешает организации новых магистральных маршрутов. Чиновники готовы запустить новые маршруты, но все упирается в кадровый вопрос. Напомним, что магистральные маршруты работают с 6 утра до 23 часов. Интервал движения машин по ним строго рекламентирован и не превышает в часы пик 10 минут. В статусе магистральных в Омске работает 22-й автобусный маршрут, а также троллейбусные номер 3, 4, 15 и 67. На этих маршрутах работает новый подвижной состав, приобретенный за счет субсидии из федерального бюджета. Сейчас Омск покупает автобусы по другой программе, где нет обязательного требования организации магистральных маршрутов. Для организации новых магистральных маршрутов в Омске мешает банальный дефицит водителей. Ранее сообщалось, что магистральными могут стать автобусные маршруты номер 29, 33, 69 и 110 и троллейбусные маршруты номер 2, 7 и 12. Как пояснили в Департаменте транспорта, документ планирования перевозок постоянно меняется, и список таких маршрутов еще будет корректироваться. Стоимость проезда в Нижегородском метро пока не планируют повышать. Цены на проезд метро в этом году не вырастут, об этом сообщает городская администрация. Сейчас стоимость проезда в Нижегородском метро составляет 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при условии оплаты банковской или транспортной картой. Настоящие тарифы сохранились без изменений с 2017 года. В мэрии рассказали, что несмотря на темпы инфляции и повсеместный рост цен на товары и услуги, в этом году внесение корректив в транспортные тарифы не планируется. Ранее директор Нижегородского метрополитена заявил, что метро терпит убытки из-за низкой стоимости проезда и действующих льготных тарифов и не может покрыть даже себестоимость перевозки пассажиров. Соответствующие документы были переданы в региональную службу по тарифам, чтобы эксперты подтвердили, насколько целесообразно поднимать стоимость проезда. В Саратов прибыли еще 15 современных троллейбусов «Адмирал». О прибытии новой партии сообщает телеграм-канал сторонников спикера Володина. На линию встанут 15 новых «Адмиралов» из оставшихся 46. Новые троллейбусы направлены с ангельского завода «Насгет». Первая партия из 24 «Адмиралов» пришла в Саратов еще в августе. Всего в этом году в транспортную систему включат 70 новых троллейбусов. Напомним, в прошлом году Вячеслав Володин взял шефство над «Саратов-Горэлектротранс». Теперь ведется активное обновление городского электротранспорта Саратова. Продолжение следует...